Продолжение следует... Продолжение следует... Моя жена Шэрон. Мы путешествуем вместе практически всегда. И сегодня меня просили говорить на тему влияния на семью. А в 2015 году, 17 мая, мы здесь в Киеве проводили конференцию на тему коммунизм. И это снималось на видео, у нас есть DVD этой конференции. И здесь, конечно, говорилось больше в общем влиянии коммунизма. Сегодня мы больше сосредоточимся на влиянии на семью. И там на столе можно это будет приобрести. Несколько лет назад Господь начал говорить в мое сердце по поводу коммунизма. В 1992 году мы переехали в Венгрию, начали там служить с 1991 года. И никто никогда конкретно не говорил о коммунизме, кроме того, что он им не нравится. Просто закрытая тема была. Однажды я посещал Санкт-Петербург. И я посещал Аврору. Это корабль боевой. Я думаю, вы знаете, о чем идет речь. И вот в определенные дни этот корабль даже производил выстрелы. И вот когда он первый раз произвел эти выстрелы, это и было начало этого наследия, которое все из вас получили. И вот я был на этом корабле, посещал его в качестве туриста. И внутри этого корабля я видел фотографии детей. Они были в галстуках. И я спросил у моего друга, а что это такое, почему они здесь? Он говорит, это пионеры. И тогда я мало знал еще об этом. А я говорю, у нас в Будапеште тоже есть такой, как бы, поезд детский, пионерский, на котором можно покататься. Я говорю, это что, одно и то же? Но он не рассмеялся мне в лицо. Он говорит, конечно, одно и то же. И потом я уже начал задавать вопросы, изучать эту тему, как дети постепенно вводились в коммунистическую партию, начиная с октября, с пионеров и так далее. И когда я узнавал больше об этом, я удивлялся. Что та форма, по которой работал коммунизм, это точно такая же форма, как работает масонство, лжерелигия. И вот в прошлый месяц вышла моя еще одна книга о масонстве, которую я написал. Знаете, что Пушкин был масоном. И другие известные русские люди были масонами. Точно так же, как румынцы и украинцы и другие националисты. И вообще-то масонство, по своей сути, это лжерелигия. Потому что большинство людей думает, что это просто тайное сообщество мужчин, как мужской клуб какой-то. И тоже где-то 25 лет назад Бог начал показывать мне эту систему масонства. И многие люди так же пострадали, эмоциональные повреждения, повреждения семьи, и даже демонизация произошла из-за участия в масонстве. И вот возвращаясь к моему путешествию в Санкт-Петербург. И вот я удивился, что та же самая модель присутствует. И я написал книгу о последствиях коммунизма «Узники, вдовы и заключенные». И это то, что здесь так же говорится о семье. Это делает жен вдовами, это делает детей сиротами. И люди стают как бы узниками, заключенными. Эта книга уже лет пять лет где-то. Может, даже больше она уже существует. Может, даже десять лет. Эта книга также у нас есть в продаже в ларьке. И большинство вещей, которые я скажу, они присутствуют в какой-то форме в этой книге. И у нас очень много копий вышло, и в разных странах бывшего Советского Союза они продаются. Так же в Израиле мы ее опубликовали, потому что каждый седьмой — это русский гражданин. И то, что я узнал об этом, это было откровение Божьей. Это было не из-за того, что я такой умный. И меня попросили сконцентрироваться на влияние на семью. И давайте посмотрим немножко эту тему. И это не просто хорошая информация, есть причина, по которой нам нужно владеть этой информацией. И мы надеемся, что те люди, которые были в культуре коммунизма, в странах под коммунизм, они могут получить восстановление. И то, что описано в книге и на DVD, то, о чем будем говорить, это то, что коммунизм в своей сущности — это лжерелигия. И сердцевина этой же религии — это идолопоклонство. И мы читаем в исходе 20 главе, что проклятие идолопоклонства найдет до третьего-четвертого поколения. И, может быть, большинство из вас уже не родились при коммунизме, еще, может быть, не застали. Но из-за того, что вы молоды, это не значит, что это не повлияло на вашу жизнь. Если это идет до третьего-четвертого поколения, то это влияет на семью, так или иначе. И если мы были под воздействием коммунизма, либо наши предки, тогда у нас есть то, от чего нам нужно освободиться. И для того, чтобы Божье восстановление пришло в нашу жизнь, необходимы три вещи. Необходимо освобождение. Это освободиться от влияния нечистых духов. Нам нужно исцеление от последствий того, что было произведено на нашу семью и на нас. И нам нужно ученичество и наставление в том, как быть Божьими детьми. Почему нам нужно освобождение? Потому что безбожные, неблагочестивые поклонения, практики, они приносят негативные вещи в нашу жизнь. Для того, чтобы получить освобождение, нам нужно исповедовать свои грехи и грехи нашей семьи. Нам нужно отвернуться от этих грехов. Это называется покаяние. И получить прощение во имя Иисуса через Его кровь. И это освобождение не может произойти в нас, если в сердцах мы не получим такое откровение, что мы нуждаемся в этом, что что-то пошло не так. И нужно понимать, что были грехи, сделанные в нашей семейной линии, от которых нам нужно отвернуться. И сейчас у нас нет времени, но в книге в этой все сказано, какие это были грехи, от чего нам нужно отворачиваться. Я, конечно, здесь не чтобы продать эту книгу, но я говорю о том, что здесь есть эта информация для более полного понимания. Пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием. Несмотря на то, что я написал эту книгу, и я высвободил это право служения ЛЛ Министрис в русскоязычных странах. Поэтому я могу рекламировать эту книгу, но я за нее ничего не получаю. Все деньги, которые приходят из продажи книг, они идут на публикацию новых книг, чтобы больше людей было охвачено. Это на случай, если кто-то думает, что я хотел стать богатым и хочу продать все эти книги. Продолжение следует... Итак, мы начинаем с того, что если есть влияние коммунизма в вашей жизни, нам нужно что-то исправить. Нам нужно удалить всякое влияние тех нечистых духов. Нам нужно получить исцеление физическое, духовное, эмоциональное. Может быть, исцеление характера. И потом нужно наставление в ученичестве, как двигаться так, как Иисус. Я только что говорил об освобождении. Теперь немного об исцелении. Мы сотворены дух, душа и тело. Итак, мы сотворены дух, душа и тело. И когда враг влияет на нашу жизнь, это влияет на наше физическое тело. Это влияет на нашу душу. В душе у нас есть разум, воля и эмоции. И потом это также влияет на наш дух. Наш дух — это составляющая, которая общается с Богом. Это также наша тождественность, кто мы есть. И если мы и наша семья были под деспотическим контролем, под диктаторством, тогда наш дух может претерпеть определенные изменения. И нам нужно будет исцеление, восстановление от Бога для этих вещей. Итак, сейчас мы как бы пытаемся посмотреть на то, что происходит, и потом перейдем уже более конкретно к семье. Почему нам нужно ученичество? Потому что нам нужно познать Небесного Отца. Познать, как следовать за Ним, и как сказал Иисус, делать дела Отца. Так сказал Иисус. Я делаю только то, что вижу Отца Творящего. Поэтому хорошо ходить в церковь. И, к сожалению, не во всех церквях производят учеников. Да, они поклоняются Богу. Но нам нужно научиться приносить Царство Божие, куда бы мы ни шли. Когда Иисус послал учеников, Он сказал, идите и проповедуйте Царство. Это было вмешательство Бога в земную сферу. И нам нужно приносить Царство Божие, куда бы мы ни шли. Если вы приняли Иисуса, то я очень рад, вы идете на небеса. Но принимая Иисуса и даже получая крещение, это автоматически не делает вас учеником. Это хорошая, конечно, новость, что вы получили крещение, вы приняли Иисуса в свое сердце. Но в Матфея 10, главе 7-8, Иисус говорит, Идите, проповедуйте Царство Божье, исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, служите прокаженным, изгоняйте бесов. Вот что Иисус, чему Иисус обучал своих учеников. И вы можете говорить, не чудесно ли это? Да, конечно. И в Матфея 28, главе, когда Иисус был перед Вознесением на небо, Он заповедал своим ученикам самим делать учеников. И что Он попросил их? Учите соблюдать их все то, чему Я научил вас. Поэтому, если мы хотим следовать за Христом, нам нужно приходить и говорить, «Я провозглашаю Царство Божье». И слушать, что Он хочет, чтобы мы делали. Нам нужно быть готовым в правильное время исцелить того, кто нуждается в этом. Или, если Бог говорит, «Воскрешать из мертвых», мы должны воскрешать из мертвых. Либо, если нужно изгнать нечистого духа, мы должны это сделать. И я ничего не изобретаю нового, я просто сейчас говорю из Писания. И если мы были под влиянием коммунизма, мы не готовы, недостаточно готовы, чтобы это делать. Сначала это должно быть сделано по отношению к нам. Конечно же, Иисус делал такое же своим ученикам. Он так сказал в Матфея 10 главе 7 и 8 стихов. «Исцеляйте больных, воскрешайте мертвых» и так далее. И в конце несколько слов. Он говорит, «Даром получили». И можно скобочках написать от меня, от Иисуса. И точно так же, «Даром давайте другим». Если мы или наша семья были под воздействием коммунизма или духа коммунизма, это должно быть сделано для нас, и потом мы это можем делать для других. это должно быть сделано для нас, и потом мы это можем делать для других. Да. Да, мы сейчас по Библии говорим. Да. Окей. Окей. И мы хотим здесь основываться на Писании. И это мы хотим быть в Слове Божьем, в сердце Божьем, и знать, что Царствие Божье хочет прийти для того, чтобы мы получили исцеление. И это что-то больше, чем просто свободно или даром получать. Он также хочет, чтобы вы даром это отдавали другим. Не чудесно ли это? Спасибо, Господь. Нет? Да? Да. Окей. Вы должны меня поддерживать. Если вы вот так вот голову наклонили вниз или вы так вот так вот махаете, тогда мне тяжело что-то проповедовать. Итак, вы хотите, чтобы Господь сегодня коснулся вашего сердца и перевел вас на следующий уровень? Да? Да. Хорошо. 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 Тогда я на правильном месте. Да, еще рано отложить заметки и Библию и уходить. Я на правильном месте. Хорошо быть с вами здесь сегодня. И у Бога есть чудесный план для вас. У Него есть сердце для вас. У Него есть любовь для вас. И когда вы начнете молиться за этих людей, о которых мы сегодня говорим, с этими проблемами, вы будете радоваться точно так же, как я радуюсь сейчас, когда буду видеть, что Господь будет производить свое исцеление, свою работу. О, они не сказали об этом, когда пригласили меня сюда. Только информация. Информация – это только начало. А потом идет служение Божье, чтобы изменить нашу жизнь. Вы хотите, чтобы Бог изменял вашу жизнь? Да? Я наблюдаю за вами. Вы приятно смотритесь, но я как бы смотрю на каждого из вас. И я хочу повести вас в это путешествие сегодня. Если кому-то не нравится, ну, надо было не приходить. Но я хочу, чтобы вы были здесь, конечно. И мы имеем сейчас представление, что если мы или наша семья были под воздействием коммунизма, то нам нужно что-то исправить. И еще одно из направлений, куда мы сегодня пойдем, четыре сферы, о которых мы сегодня поговорим. У нас, извините, у нас нету заметок сегодня. Мы посмотрим на Божий план для мира через семьи, используя семьи. И Божий план для мира — это то, чтобы в нем были задействованы семьи. Он хочет использовать семьи. Да, мой компьютер выключается, мне приходится его включать постоянно. Итак, мы посмотрим, в чем заключается Божий план, влияние на этот мир через семьи. Потом мы рассмотрим план сатаны для этого мира. И говоря о коммунизме, мы посмотрим на план бывшего Советского Союза, за кем стояли Сталин и его последователи. Потому что эти коммунистические лидеры, они повлияли на вас и на вашу страну. Это подобно духовной атомной бомбе, которая взорвалась и повлияла на всех. И мы хотим понимать, что это падение духовной бомбы, которая взорвалась и повлияла на всех. И мы хотим понимать, какие последствия духовного проклятия, которое затронуло каждую семью. Вот куда мы движемся сегодня. И в конце, перед тем, как мы разойдемся по домам, у нас будет молитва, и мы будем вопрошать Господа, что Он хочет сделать. И часть вашего восприятия будет зависеть от того, насколько вы позволите Господу поработать вас. Does that make sense? Да. Okay. So that's where we're going, and I'm here just to work with you and see how far we can get. И поэтому мы хотим двигаться в этом и посмотрим, насколько нам Господь позволит. И сегодня Господь мне дал двенадцать страниц заметок. Мы посмотрим, насколько мы далеко продвинемся. Это хорошо, потому что до сегодняшнего утра не было заметок вообще. Давайте посмотрим, что Господь хочет сделать. Итак, мы упомянули, что мы рассмотрим план Сатаны. I have two points under that. Здесь есть два момента. To oppose whatever God is doing. Это противиться всему, что делает Бог. Whatever he's planned. Противиться всему, что Бог запланировал. And whatever he's proclaimed. И все, что он провозгласил. Okay. He also wants to remove God's name, his compassion, his love and identity and purposes. Он также хочет всячески противиться Божьему имени, его состраданию, его любви и его личности и целям. He wants to remove those promises and good things that God has for you and for your nations. И он хочет не допустить Божьи цели, чтобы они пришли в исполнение вашей жизни и в жизни вашего народа. That's not very nice, is it? Не очень приятно. You know what we say? Знаете, что мы говорим? We say, no, Satan. Нет, нет, нет. Говорим, нет, Сатана. Okay. And we say yes to Jesus. И мы говорим, да, Иисусу. Okay. We need to know there is this contest and Satan does lose. И мы знаем, что даже если есть противостояние, то дьявол все равно проиграл. So that's Satan's plan. И это план Сатаны. Let's look at God's plan. И теперь посмотрим Божий план. We have a lot more I want to talk about God than Satan. И намного больше мы поговорим о Божьем плане. That's not a good idea to talk about God's plan? It's not a good idea, to talk about God's plan? Why are we going to do that? Почему? Well, I like talking about God. Потому что нам нравится говорить о Боге. And you like hearing about God. Вам нравится слышать о Боге. But there's a reason why we're going to do it today. And there's a reason why we're going to do it today. Because we want to look and see what God wanted for you and what the enemy has stolen from you. Because we're going to get it back. Because we're going to get it back. Can you say that with me? We're going to get it back. We're going to get it back. All right. Good idea. Sometimes we just have to have a little bit of information to understand what's happening so that we can get it back. Иногда нам нужно иметь понимание, что происходит для того, чтобы получить что-то. And under communism, the enemy stole things from us, from our family, and from our nations. Итак, в коммунистическом режиме враг что-то украл у нас, у наших семей и у нашего народа. So we need to know, what does God want so that we can agree with God and stand against the enemy? И нам нужно знать, что Бог хочет, чтобы согласиться с ним и противостать врагу. Okay. Let's start at the first book of the Bible. Isn't that a good place to start? Итак, начнем с первой книги Библии. Это хорошее место, чтобы начать. Now, as we look at this, we're going to see what Stalin and the former USSR, what their plans were to dominate the world. И мы посмотрим через этот прообраз, что коммунистические вожди, Сталин и остальные хотели сделать, чтобы доминировать этим миром. I'm getting ahead of myself just a little by saying that. Немножко забегая наперед, так скажем. But that, what Satan's plan through communism was opposes God's plan for all of society. То, что сна хотел через коммунистический режим, он это противится тому, что Бог хотел для всего общества. Let's look at Genesis chapter 1, verses 27 and 28. I think we should read those. Бытие, 1 глава, 27 and 28 стихи. Since you're all Russian speakers, let's just do it in Russian, then we save some time. Да, на русском прочитаем. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. И владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всякими животными, присмыкающимися по земле. Okay, the first thing I want to talk about is some of the language in those two verses. И вот я хочу обратить внимание на язык в этих двух стихах. It says that in God's plan He made them man and woman. Сказано, что Он сотворил мужчину и женщину. But He made them in His image по своему образу. That means that, well, let's look at that word. The word image came from the Hebrew word T-S-E-L-E-M T-S-E-L-E-M А здесь в оригинале еврейское слово T-S-E-L-E-M Там, где стоит слово образ, по образу. Okay, I don't speak Hebrew, but I looked it up. Я не говорю на еврейском, но я посмотрел это слово. И это слово, использованное в этом стихе. Иногда переводится как образ. Other times images. Образы. Other times likenesses. Еще оно переводится как подобие. Or sometimes a phantom or spirit or something like that. Okay? The root word behind that is shadow. Но корень этого слова это тень. And if you walk outside, the sun is shining today. And you'll notice that you will have a shadow. Вы увидите, что у вас есть тень. And it, the shadow is an image of you. И тень это ваш образ. But it doesn't really look like you completely, does it? Но она не выглядит точно так же, как вы. It's only a shadow. Это только тень. If the sun is high, it might make you look very short and fat. Если солнце высоко, вы можете выглядеть большими и жирными. If the sun is going down, you might look tall and skinny. Если солнце садится, вы можете быть худыми и длинными. I don't know what you'd like to look like, but that's what happens with an image. Не знаю, нравится вам это или нет, но такая правда. И Бог заповедовал that man and woman would have a reflection or an image of himself. Что мужчина и женщина у них будет отображен образ Божий. And it's an interesting thing because a shadow follows you as you walk down the street. И это интересно, потому что тень, она следует за вами, когда вы идете. If you ever tried to outrun your shadow, you can't. Пытались ли вы когда-либо обогнать свою тень? Вы не можете этого сделать. Однажды мы были на пляже в Мексике, мы поставили палатку там. А друзья приехали с собакой. И вот эта собака увидела тень от чаек, которые там были на пляже. I don't know where they got this dog from. It never connected the shadow on the sand with the bird in the air. Но собака не могла понять, что это только тень, это не сама чайка. It ran all over the beach chasing the shadows, never realizing there was a seagull above. Она бегала за этой тенью, хотя птицы летали вверху. But our shadows follow us. И тень, она следует за нами. And our shadows do what we do. И вообще тень, она делает то, что мы делаем. In John 14, 9, Jesus said this. И в Иоанна 14, 9, Иисус говорит, It was Philip asking him, Show me the Father. Филип спросил, покажи мне Отца. And Jesus said, Philip, if you've seen me, you've seen the Father. И он говорит, Филип, если ты видел меня, ты видел Отца. And in John 5, 19, Jesus said this. И в Иоанна 5, 19, Иисус сказал, Whatever the Father does, I do. То, что делает Отец, Я делаю. Иисус пришел показать миру, каков Небесный Отец. Иисус был тенью Отца здесь на земле. Это не значит, что Он точно так же выглядел, как Отец. Но Он делал то, что делал Отец. Это интересно, не правда ли? Иисус пришел, как Сын Божий, и Он готовил нас и наш путь к Отцу, который разделал грех. И Он пришел как второй Адам для модели имя Бога и Он пришел как второй Адам, как образ Божий, чтобы помочь нам прийти к Богу. Как мы можем стать Божьей тенью? И если мы посвятили себя быть христианами, быть Божьими людьми, то мы хотим и стремимся к тому, чтобы ходить так, как ходил Иисус. То есть мы посвящаем себя быть образом или тенью Отца точно так же, как Иисус был тенью Отца. И в ученичестве мы должны делать то, что говорит нам Отец. И отражать Отца – это Божий план для вас и для меня. Римлянам 8, 29-го. Говорит, чтобы мы преобразовались в образ Отца. В образ Сына, извините. И будучи под воздействием коммунизма, это не позволяло нам быть образом Сына и тенью Его. И это еще одно последствие коммунизма и влияния на семью. То есть мы не можем отражать Его образ. И как мы посмотрим еще, коммунизм также повлиял на отцов и на образ Отца в семье. И последствия коммунизма, оно как бы преуменьшило или совсем убрало роль и влияние Отца в семье. И то, что отцы должны были делать в семье, они не делали. И мы этого не получили в наших семьях. Итак, как будучи семьями под этой системой, у нас есть две сферы, которые пострадали от этого. То есть две сферы такие, два повреждения. Это повреждение характера и повреждение вашей способности как родителя, быть родителем для своих детей. Это плохая новость. Но хорошая новость также есть, потому что мы говорили об исцелении и освобождении. И если я говорю о проблеме, пожалуйста, не расстраивайтесь, потому что есть и благая вещь. Если бы не было надежды, я бы не стоял здесь и не говорил об этих плохих новостях. И мы стояли, общались с кем-то, говорили о том, что если кто-то принимает Иисуса, он получает спасение. А меня спросили, а что ты имеешь в виду, получая спасение? От чего спасение? Хороший вопрос. Спасение от ада. Иисус хочет спасти нас от страданий на этой земле и от страданий в аду. Можно сказать Аллилуйя, да? Это хорошая новость. Итак, мы сейчас пытаемся быть на этом пути, на котором Бог что-то хочет сделать. И возвращаясь к бытие первой главе, двадцать седьмом и восьмом стихах. Говорится, что мы плодились и размножались. Okay. Well, don't those two words mean the same thing? Эти два слова как будто бы означают одно и то же. Yes and no. И да и нет. So let's, in this verse, in these two verses, we're talking, God is talking about this. И в этих двух стихах Бог говорит о следующем. He's talking about our reproduction ability of our natural body to make a baby. Он говорит о том, что у нас есть репродуктивная функция в нашем теле, чтобы рождались дети. I want to talk about that because we want to see what the enemy did, not just the fruitfulness, but also the multiplication. То есть мы сейчас говорим не только о плодоносности, но и о размножении. I want to talk about what the enemy did to take these things away from us, so we need to know what you should have, so we can see what we want to get back. We need a standard of comparison. That's what we're looking at. What does the Bible promise? И нам нужно что-то сравнить. То, что обещает Библия и то, что является Божьим планом. So he said, be fruitful and multiply. Он говорит, оплодитесь и размножайтесь. Then we can even look at our nation as well as individuals and see, are they being fruitful and are they multiplying? И потом можем посмотреть на нашу нацию, на народ и посмотреть, действительно ли это происходит. So God made Adam and Eve Бог сотворил Адама и Еву and after that he got out of the business of making human beings because he invested that ability in the man and the woman coming together and making a baby. Потому что он оставил эту функцию людям, чтобы они плодились, размножались, рождались дети. So he gave them the ability to be fruitful. Он дал им способность размножаться. It's a biological ability. Это биологическая функция. And it's just like, you know, an oak tree then has an acorn and it falls to the ground and then it grows up and makes another tree. Точно так же, как на дубе растут жёлуди, они падают на землю, потом растёт ещё одно дерево. And that tree is going to look something like the parent tree. И это дерево будет подобно тому, от которого упал этот жёлудь. So then what about the word multiply? Because it says in Genesis be fruitful and multiply. Плодитесь, и второе слово размножайтесь. Well now we're getting back to this idea of character that we talked about earlier. И здесь мы говорим о характере, о котором мы уже говорили. something that needs to be developed under discipleship. То, что должно формироваться в ученичестве. Okay. So character, when we examine character, we're looking at personality. И когда мы рассматриваем характер, мы смотрим на личность. as well as our ability to character means doing the right thing at the right time in the right place. И также нашу способность делать правильные вещи в правильное время. In personality, are we happy? Are we sad? Are we crabby? Are we nice? Наша личность. Либо мы счастливы, либо несчастливы, либо приятны, или неприятны. И вот этот дуб, который вырос из желудя, у него могут быть характеристики того дерева, от которого он произрос. Он будет иметь такие же листья, такую же кору, и вырасти до определенных размеров. Точно так же, как вы можете быть похожи на своего отца и мать. Но у этого дуба не будет характера. Он не сможет выбирать между правильным или неправильным. У него нет моральных характеристик. Адам и Ева были созданы физически. Может быть, вы заметили это с младенцами. у них нет еще характера, у них не создан характер. Это что-то, которое вы их влияете с тем, как они растут. И только под воздействием влияния и среды, в которой они растут, у них развивается характер. То есть он физически сделал их Адамом и Евой. Потом сказано, что Бог ходил с ними в саду. И Бог когда сотворил Адама, Адам не знал, как воздел отца, Бог ему сказал, как это делать. Никто не становится сразу фермером, он не знает, как ухаживать. Для этого нужна практика. Ребенка нужно учить, как садить картофель. Okay. So, it also says that God spent time with Адам having him name all the animals and everything that he created. And in that relationship, working relationship with God, he was forming Адам's character. giving him understanding of how God the Father felt and helping Adam make right choices. And he gave him understanding of God the Father and helped him make right choices. He experienced a long time of relationship with God the Father who was his father. And he переживал отношения with God the Father who was his father. Some of us here don't even know who our fathers were. but God spent time with Adam must have been many days maybe even years before he named all the millions and millions of animals and bugs and birds and things. So Adam's character was developed through instruction and relationship with his daddy. So it's the same thing in nature. We can see that baby chicks follow their mother around. Baby geese follow their mother around. Точно так же в природе мы видим как рождаются цыплята, утята они ходят за своими родителями. Поппицы и котята учатся как быть котами и котами по отношению с родителями. И щенки и котята учатся как быть животными у своих родителей. So why am I saying this? Почему это все говорю? Потому что слово размножайтесь Бог повлиял на Адама и Еву в их характере и в их личности. So now they had an imprint in their personality from God the Father from God the Father. Their daddy. От своего папы. So when Adam and Eve had babies, their job was to multiply the image that God imprinted in them in their children. Их задача была размножить этот Божий образ который у них был в своих детях. So be fruitful, make the babies, multiply размножайтесь what? Размножайте что? The image of character that God planted in you through discipleship, multiply that into your babies and others that you'll come in contact with. образ Божий который вам был дан в других людях, в своих учениках, в своих детях. So you see, we're responsible not just to make babies, but to imprint them with godliness so that they will do the same thing for their children. Но произвести отпечаток благочестия в них, чтобы они могли донести это до своих детей. Okay. That was the idea. If our fathers weren't imprinted with godliness, or if they weren't there, then you and I didn't get imprinted, the multiplication part didn't happen, our parents were only fruitful. То есть, мы не получили этот Божий отпечаток в своей жизни, мы просто наплодились и все. So we learn how to behave from our relationship in family. And that's the multiply part. You see, God intended that the world would be governed through fruitfulness and multiplication. He said, be fruitful, multiply and subdue the earth. Make the baby, imprinted them with what I imprinted you with, and then take the land, the territory all the way around the whole world. And if everybody has been fruitful and multiplied the image of God, then what we have is godly rulership over the earth. So you know that hasn't happened. Yeah? that's what we're looking at as we look at the influence of communism, one place where it was taken away. And it's not so much by what parents say to their children, it's how they treat them and act in their presence. You see, we're called what there's a saying, do as teacher says, not as teacher does. Why is there that saying? Because the teachers know that they don't have that wonderful of a character, but they're trying to instruct you in something that they say. So we're trying to imprint our children and in discipleship we're trying to imprint people who've come to us and come under our authority with godliness. okay. So what God has in mind is that we would be imprinting with character that is represented as God has represented himself in the Bible. that God is kind. He's faithful. He doesn't hold, he doesn't judge you in the sense of think you're small and not good. He has in mind that we would reflect what he looks like. Okay. And that's something that we need to do in discipleship. It's to begin to look something like God. In this book there's a chapter called Where Have All the Fathers Gone? I think it's chapter five but I can't read this one. And in here are some charts and those charts give scriptures that describe what God is like. His claims about himself. The idea is that we are to look like him. But also it talks about what was our father like? Did our father reflect those qualities to us? And do we and are we like our fathers or are we like God? God? It's kind of a self evaluation test. And where we see that our fathers had failings, as we look at this we'll discover we probably have failings in those same areas that our daddy did. That's not an excuse to hate our father. The goal of filling out the chart is to discover where we need to work with God to have him re-imprint us with the godly imprint that our fathers missed. So that's the point of the exercise that's in this book. It's part of the exercise of discipleship. It's to begin to see where my character doesn't match the character of God. And under communism there were such influences in our father's lives and our family's lives that we could not actually get the imprinting that we need. And you might say well God's never treated me that way. So why would you expect me to be nice if God wasn't nice to me in that way? If God did to me well why I should well do But there's an interesting scripture in Psalm 18 verses 25 and 26 I call it kind of the verse about a mirror a reflection because this is what it says with the kind you God show yourself kind with the blameless you show yourself blameless we'll find that in a minute which verse is it 18 25 and 26 if we're in the same 25 and 26 okay okay so with the kind you show yourself kind with the blameless you show yourself blameless with the pure you show yourself pure and with the cricket when someone's cricket you show yourself more clever than they are so you see somehow God reflects what we believe about him and how we act if we're trying to get something that we don't deserve God will show resistance to us rather than just blessing us if we want to be treated nicely by God we need to begin to adjust our own life and to be deserving of it because he will mirror our personality when we come to him sounds crazy but it works like that that doesn't mean that you have to be perfect in order to receive God's blessings we're just talking about character development here discipleship okay let's talk a little bit about the Soviet Union I promise we talk about the Soviet Union we talked something about God's plans we talked about Satan's plans okay now we're going to talk a little bit about what happened under the Soviet Union under the Soviet Union it had the what I call this the plans of the Soviet Union had nothing to do with communist ideology that's shocking that's not to say that communism wasn't involved in it it's not to they didn't use communism but the plans of the Soviet Union were not how would I say this it wasn't based on ideology just hold that thought for a moment and I'll explain it's not really that hard the Soviet Union was nothing more than a dictatorship that's all it was Lenin kind of brought some theory into it Stalin made it into something that was really a strong dictatorship and what was the goal dominate as much territory and as many people and as much money as you get out of those people you dominate to try and become a world power and maybe even dominate the world it was a dictatorship and in dictatorships it's a very selfish idea the guy that's on top wants to have all the money he wants to have all the life pleasures he wants to feel wonderful about himself because he has lots of power probably wants to enjoy as much immoral sex as possible and so on did you know what Lennon died of anybody he died of syphilis where do you think he got that enjoying the pleasures he thought he deserved and there he sits I've been there in red square with he's pickled he's made like a pickle right and we were told we're to worship him our father Lennon but we didn't learn about his character we only learned about the things he moved his mouth to say by now some of you might be hating me that's okay okay so it was a dictatorship it was a dictator communism is not the same as the Soviet Union it's a tool of the Soviet Union it's a tool of the Soviet Union it was a tool of Chairman Mao in China it was a tool of Chairman Mao in China it's something like that in Cuba and so on it's something like that in Cuba and so on okay so communist ideology was just a construct or a device that was used by the dictatorship it was a tool that was used by the dictatorship and what was it used for to control people caught in the grip of the Soviet Union it was just dogma it was just dogma and what is dogma 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 is a bunch of statements that are made that you're not allowed to argue about that are supposed to be true and in the case of the Soviet Union if you argued about those you lost your life you lost your job you lost your everything it was meant to keep people spinning around and around without ever thinking I want to attack and take away the injustice of the system this is the truth they told you there's the war between the proletariat and the bourgeoisie and when we overcome that utopia is coming and everybody will have everything that they need and want to desire and then when the Soviet Union fell apart and they went into the dachas all around Moscow they discovered that all the leaders the generals the party leaders they all had western goods western luxury and everyone else was living in poverty they never believed that communism was the answer and the way it was being sold as this system it was to keep you and me spinning around and around trying to be a good a good Soviet worker and there was terror and murder and murder violence threats and intimidation to keep you a good communist because if we keep our thumb on you in this system then you'll never pop up and challenge our leadership and how good it is so it was some political political theory by Marks and Engels and so on but as I've been reading there was an influence of satanism in those guys so we're just talking about what happened because we're still going to talk about what happened to your family we're still going to talk about what happened to your family but see if you tried to step out of being a good communist then there was terror imprisonment work camps в рабочие как это трудовые лагеря запугивали людей loss of privilege loss of privilege их теряли привилегии каких-то what kind of privilege having a job going to school for you or your family ходить в школу там ваши дети могли и так далее I just meant a taxi driver in Los Angeles я встретил водителя такси в Лос-Анджелесе and I was just talking with him and I heard a little bit of a trace of accent и вот я разговаривал с ними я услышал акцент and I just had a little question говорите по-русски? я спросил вы говорите по-русски? и он был в шоке и я говорю а откуда вы? он родился в Одессе и в школе он был вредным пацаном и у него еврейские корни есть и он говорит что у меня было много проблем он настолько был вредным в школе что маме приходилось приходить в школу и платить чтобы ему надели красный галстук потому что он очень хотел красный галстук чтобы быть похожим на своих друзей пионеров и у меня просто не было времени рассказать ему о всем этом и мы хотели быть такими как все и если вы были пионерами это было прекрасно и я был вот этих вот молодежных дворцах домах культуры я видел всю эту деятельность которая была у пионеров были разные там награды там фестивали были путешествия клуб путешествия там по всей стране с точки зрения ребенка это все равно что как-то бесплатно тебе дают в Диснейленд поехать то есть для детей это было увлекательно и это все были орудия но Сатана и его последователи вот эта верхушка они никогда вернее это был Сталин извините они никогда сами не следовали вот этим вот убеждениям это была просто система для того чтобы людей держать под властью чтобы они могли упражнять свою власть и иметь свои привилегии а план был удержаться наверху и иметь военное превосходство над нас используя шпионаж используя запугивание и обольщение и они брали одну нацию потом вторую потом третью и ставили подставное правительство в других странах и частью этого было то что они знали что такое христианство и лидеры христианские кто такие и за это они преследовали христиан чтобы удалить все церкви насколько это возможно в нашей Полтавской области там был экспериментальный участок атеистический где все церкви хотели убрать чтобы не было вообще ни одной почему это делалось при коммунизме потому что они знали что то что они делают против Бога но они конечно думали что это надо делать они не понимали что будет наказание в аду я бы вообще не хотел посещать те места где был Ленин Сталин Троцкий Энгельс и так далее Молотов и так далее это вот очень жаркое место они поедут они поедут в отпуск в очень жаркое место я бы не хотел туда поехать но но у Бога есть план для вас больше чем этот план и вообще-то рай будет хорошим местом когда мы туда попадем но он отличается от этой утопии которая была обещана коммунистами Бог обещает что мы можем иметь благословение сейчас даже не дожидаясь пока мы попадем на небо но при коммунизме говорили что нужно положить себя в жертву чтобы пришла утопия когда-то когда-то наступит социализм и так идея была в том чтобы подавить людей промыть им мозги и чтобы никто не мог поднимать голову даже вы знаете железный занавес есть такая фраза это не просто из-за того чтобы люди не путешествовали не ездили куда-то но это для того чтобы удержать какие-то мысли и идеи христианские о свободе и так далее и от рождения до самой смерти люди были наставлены именно в этих идеях коммунизма но это конечно был концепт который был навеян самим сатаной где-то где-то через пару минут мы пойдем на перерыв но эта система она вмешалась в саму сердцевину семейного семьи самой потому что отцы не могли исполнять то что они должны были делать в семье и о а где-то Продолжение следует...